Сахарный инвестор Также у нас есть большие предложения по строительству птицеводческих комплексов, в том числе производства мяса индейки до 100 тысяч тонн. Это основная наша задача. Также будем знакомиться мы здесь на выставке с современными предложениями, связанными в технологиях, инновациях, биодизель, биоэтанол, связанных с производством экологически чистой продукции. То есть это наша цель. Мы в России производим 30% производимого рапса. То есть для территории края это тоже считается цель номер два. Культура эта востребована. Знаменить своими племенными хозяйствами. У нас сосредоточена племенная база России по тонкорунному производству овцы. Шерсть, хоть несмотря на низкую стоимость, она все равно востребована. И качество нашей шерсти ничем не вступает австралийской. Благодаря тому, что у нас уникальные климатические условия, львиная доля производимой продукции у нас озимого клина, поэтому мы практически не пострадали в порядке культур. То есть у нас есть снижение по картофелю, может быть, продуктивности по овощам. Ну а в целом все-таки Старопольский край, за исключением зерна, к уровню 2009 года мы прибавили производство по всем культурам. Получен рекордный урожай сахарной свеклы за счет, конечно, в первую очередь расширения по вселенной площади. У нас самая высокая за всю историю края урожайность озимого рапса, ну и также другие культуры. То есть у нас обошла та стихия, которая была характерна для центральных районов Российской Федерации. У нас запущен в последние годы введен проект по комбикормовому заводу «Райфайзен Агра». То есть группа компании «Райфайзен», она инвестировала средства комбикормового завода. Он уже реализует и порядка 100 тысяч тонн в год производит комбикормов. Сейчас у нас российско-венгерский проект планируется реализовать по строительству современного завода по производству семян кукурузы, подсолнечника, рапса, также зерновых культур. И задача поставлена, чтобы мы уже в 2011 году его пустили. Ну и также международное сотрудничество у нас по поставке хозяйственных животных, высокоподруктивного скота, на наши вводимые новые встроили, модернизируемые молочно-товарные фермы. Во-первых, в расположении географическом. Бог дал очень хорошие нам территориальные погодные условия. И край предназначен для возделывания аграрных культур, для аграрных технологий. Но я думаю, большую роль в том, чтобы эти возможности были реализованы, вносит тут союз как раз науки, образования и производства, которые мы в какой-то степени олицетворяем. Мы представляем один из ведущих аграрных вузов России, Ставропольский государственный аграрный университет, в котором, во многом благодаря ректору нашему, пришедшему Трухачеву Владимиру Ивановичу, делаются огромные инновационные задачи решаются. В том числе и в образовании, и в связи с производством, и в науке в том числе, разрабатываются системы самые современные, и в области животноводства, и в области нерастеневодства. Оптимизируются для региональных, адаптируются современные технологии. Вот такие задачи решаются у нас. Лучшее овцеводство было в нашем регионе. Эти традиции, несмотря на упадок животноводства в целом, по стране и в регионе, пытается наш вуз, в том числе, поддержать традицию современного эффективного овцеводства. Нас интересует участие в этой экспозиции с точки зрения организации выставок, продвижения инновационных разработок, потому что наш вуз в течение 12 лет уже организовывает региональную агропромышленную выставку, похожую на эту, но меньше масштаба. Поэтому мы здесь набираемся еще и опыта в организации таких выставок. Перспективы у нас таковы, что будем оснащать свой завод, дорабатывать его еще. Вот сейчас по этому поводу мы подходили к министру сельского хозяйства Елене Борисовне Клиник. Она обещала помочь нам в этом плане, так как по России мы работаем почти со всеми регионами, но заказов много, а мы не можем всех обеспечить. Поэтому решили дооборудовать свой завод, то есть модернизировать его. Продукция качественная. В Москве на выставках три года подряд мы уже занимали золотые медали.